МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек человеку не волк. Как решили проблемы с отсутствием воды в Орловском районе? В Орле три крупных команды в чирк-спорте. 800 танцоров из восьми городов. В Орле состоялся кубок по современным танцам. Генеральный партнер главных новостей ПАО «Орелстрой». Старт продаж квартир по привлекательным ценам в жилищном комплексе «Московский парк». Орловский аграрий открыли сезон. В регионе начался весенний сев. В среду планы ливинских земледельцев скорректировала дождливая погода, поэтому пришлось сделать перерыв. О том, как наверстать сроки, о задачах и прогнозах, шла речь на во время встречи аграриев с Андреем Клычковым. Наталья Пехтерева подробнее о визите временно исполняющего обязанности губернатора в Ливинский район. Селяне давно усвоили простую истину. Весенний день год кормит. У тех, кто трудится на земле, беззаботных и простых времен не бывает. Сейчас именно такая горячая пора. Закладывается фундамент урожая. Механизатор Сергей Федоров в этом году открыл свой 37-й сезон. Мы будем прилаживать все усилия для того, чтобы посеять вовремя, посеять качественно, чтобы у нас не было проделов. Ливинцы приступили к СЕБУ в начале недели. В среду пришлось делать перерыв из-за дождя, но погода хорошему настрою не помеха. Посеять хороший урожай, чтобы было все нормально. Своими планами ливинцы делились с Андреем Клычковым. Глава области приехал оценить ход весенней полевой кампании. Резиновые сапоги сегодня были очень кстати. В этом году структуру СЕБУ меняли? В этом году структуру СЕБУ немножко меняли, да. Мы убрали бобовый горох, потому что с ним сложно работать, очень много болезней, очень много затрат на него идет. Ну и, конечно, экономическая составляющая, цена на него слабая. Поэтому как бы определились так, что перешли на РАПС. РАПСом заниматься, потому что... Ну, уже полегче будет, да, с РАПСом? Да. Люди, посвятившие себя тому, что у нас всему голова, настроены на скорейшее проведение СЕБУ и на хороший результат в будущем. На площадке компании «Сосновка» стартовал СЕВ «Ячменя». До 2004 года руководил хозяйством нынешний глава Ливенского района Юрий Ревин. Задачи, они всегда были самые-самые наивысшие для Ливенского района. Это, конечно же, получить достойный урожай и хорошую валовку. Когда будет в ангарах что продавать, и будет деньги, будет, и зарплату чем платить, и, конечно же, развиваться, покупать современную технику и все необходимое для того, чтобы работали все наши хозяйственные предприятия. Напомним, минувший год оказался к аграриям очень благосклонным. 2017-й в Орловской области отмечен высокими показателями по урожаю зерновых и технических культур. Земледельцы, представители АПК и власти надеются, что и этот год будет результативным. Задача, в первую очередь, не снизить те обороты, которые были, и результат достигнуты в 2017 году. Но результаты – это итог совместной деятельности. Мы будем ездить, смотреть, какие-то проблемы будут возникать, локальные. Нужно, безусловно, помогать и решать. Со стартом весенних полевых работ Андрей Клочков поздравил тружеников племенного завода имени Георгиевского. Этот год для хозяйства юбилейный – 100 лет. Долгое время у руля был герой социалистического труда Александр Сергеевич Георгиевский. Его имя по сей день носит хозяйство. О планах на перспективу, в том числе касающихся развития молочной отрасли, Андрей Клочков говорил с руководством компании. Мы видим, что с одной стороны задача стоит по повышению молочного статуса, с другой стороны есть проблемы со сбытом. И сетевики, и переработчики. Как нам, с вашего видения, в области эту работу можно было бы организовать? Ну, в моем виде таково, значит, конечно, этот вопрос по молочному производству надо взять под контроль. И, значит, конечно, прежде всего, то, что мы сегодня за последнее время потеряли свои молокоперерабатывающие промышленности. У нас есть сегодня предприятия, у которых молочные стады существуют. На территории области, на территории района. Все частники, ну, вот вы государственное предприятие. Частники смогут ли вместе собраться и договориться, чтобы работать именно на результат. А не так, чтобы мы в разные стороны. Вот угнались кто-то за большей копейкой, там, сложно ступило, все разбежались. Для этой цели нужна все-таки государственная программа и государственная политика. Минсельхоз озвучил планы на сезон. Яровой сефы в этом году проведут на площади, превышающей 53 миллиона гектаров. Это немногим больше, чем год назад. Прогноз по сбору зерна составляет 110-115 миллионов тонн. Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала Первый областной. Программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир в четверг, 19 апреля в 20 часов. Онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте obal1.ru. Среди тем беседы – медицинское обслуживание, состояние больницы, поликлиник, кадровый вопрос в учреждениях здравоохранения, обеспечение школьников учебниками, перспективы строительства школ и детсадов. Во время передачи свои вопросы можно задавать, позвонив по телефону 76 10 28 или заранее, прислав на электронную почту телеканала Первый областной. Mailsobaka.obal1.ru Можно ли спасти предприятие «Банкрот»? Этим вопросом в среду задавались в Городском совете народных депутатов. Речь пошла о МУПе, автобусы которого сегодня простаивают на территории по АТП-1. Виктория Юркова продолжит. 60 миллионов – совсем не деньги, тем более для региональной казны. Такие выводы озвучивали на комитете по ЖКХ и экономике городские народные избранники. Что такое 60 миллионов рублей, которые по АТП-1 должно кредиторам? Пожалуйста, вот за год по 5 миллионов рублей любой бюджет, наверное, при желании, мог бы начать рассчитываться в рассрочку с налогом с пенсией. Предлагалось несколько путей спасения предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров. Один из них напомнил депутатам первый замглавы администрации города. Вопрос объединения, в первую очередь, в том числе, основывается исключительно на том, что мы базу сохраняем по АТП-шим. В противном случае, действительно, получается, что на базе одного только травмо-транспортного предприятия осуществлять в том числе и пассажирский автомобильный транспортный, автобусный транспортный перевозок будет затруднительно в отсутствии автобусного парка. Поэтому никто не исключает этого пункта. Вопросом спасения муниципального автотранспортного предприятия слуги народа задаются не в первый раз. Пока они рассуждают, люди остались без средств к существованию. Да и сами автобусы простаивают на территории. Практически предприятие с февраля месяца прекратило осуществлять свою непосредственную деятельность. Весь коллектив был уведомлен и сокращен, распущен. Соответственно, администрация здесь приняла определенные меры совместно с горсоветом для того, чтобы снять социальную напряженность и выкрутить людям выходные посуды. До конца апреля с бывшими сотрудниками рассчитаются с задолженностью по заработной плате. В области уже было проведено порядка трех совещаний на эту тему. Два на уровне Мрио и даже четырех. И два проводил Тарасов. На сегодняшний момент пока окончательного решения не принято. Один из вопросов, который сейчас рассматривается, это создание на базе предприятия, государственного унитарного предприятия, по обслуживанию школьных автобусов, в том числе содержание, ремонт. Возможно, это предложение в дальнейшем позволит реанимировать предприятие, предположили депутаты. А депутат Олег Карпиков был резок. Поэтому я сейчас понимаю только одно. Какую нам установку даст областная администрация, по такому варианту мы будем дальше... Сквер танкистов может превратиться еще и в сквер разведчиков из пехоты. Это если орловчане проголосуют за то, чтобы именно в сквере были установлены бюсты тех двоих бойцов, что в 43-м подняли над городом Красное Знамя. О них, об их месте в истории и на постаментах в сюжете Сергея Быковского. «Бульвар Победы» наших земляков. И не только их бюсты. Первыми, кого намеревали здесь увековечить, были разведчики Санько и Образцов. Это они подняли в августе 43-го над городом Алое Знамя. Орел наш! Разведчики 380-й стрелковой дивизии Василий Образцов и Иван Саньков в 2 часа ночи водрузили флаг, который потом стал прообразом боевого знамени дивизии, на крыше дома, сейчас пронумерованного пятым по площади мира. Флаг развивался над городом до 16 августа 1943 года, после чего был передан на вечное хранение военно-исторический музей артиллерии в Ленинграде. Он историческая реликвия, а это его копия. Дальше. Есть в Орле поисковое объединение «Огненная дуга», которое выступило с инициативой, приведенную выше историю, увековечить в граните и бронзе и закрутилось. Уже проведены разные необходимые комиссии, придуманы проекты бюстов, определено, где их заказывать, и уже чуть было не решили ставить их именно на Бульваре Победы. Но появилось предложение обсудить, взвесить и, быть может, поставить разведчиков рядом с тем самым пятым домом в сквере танкистов. Дискуссия. Старт. Уже сквер перегружен. А здесь есть возможность именно основать линейку целую, линейку памяти, линейку нашей истории. Итак, орловчанам предложено самим выбрать место для установки бюстов. Добро пожаловать для голосования на портал Орловской области. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Для жителей многоквартирного дома остаться без воды – одна проблема, вторая – остаться без информации, когда вода появится. В Орловском районе, когда вода из крана течь перестала, люди подумали, что со своей проблемой останутся один на один. Но на беду откликнулся застройщик соседнего микрорайона. А взаимопомощи, такой редкой на сегодняшний день, моя коллега Виктория Юркова. Проблемы микрорайона Солнечного можно перечислять долго. Отсутствие объектов соцкультбыта и инфраструктуры. Разбитые дороги. До ближайшей остановки несколько километров пешком. Теперь вот еще и без воды остались. Видимо, насос просто-напросто не справился со своими функциями. Этого стоило ожидать, говорят жители Солнечного. Вода не стала поступать. Они уже делали вперед, год тому назад. Там на соединение шланг к насосу подходит. И сорвало. Водонапорная башня питает водой сразу два микрорайона, расположенных по обе стороны от нее. Хотя документально принадлежит долине. Случившееся ЧП коснулось двух заселенных пятиэтажек первого микрорайона. Но проблему решить удалось без лишних проволочек. В выходные дни на водозаборном узле микрорайона Солнечного произошла авария. Жители нашего микрорайона остались без воды. В этой связи, несмотря на то, что водозаборное узел на нашем балансе не состоит, но затрагивает интересы наших жителей, нашего микрорайона, компания оперативно выехала на место аварии, произвели осмотр, закупили за наш счет необходимое оборудование и устранили поломку. Вот если бы такие истории с благополучным финалом происходили чаще. А ведь для этого надо немного. Всего лишь желание помочь. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Клиника снижения веса Елены Малышевой теперь работает и в Орле. На открытии можно было пообщаться по видеосвязи с известным телевизионным доктором. Автором программы «Жить здорово и здоровье» Еленой Малышевой. Женщины спросили, почему полнеют. Он скапливается там, где у нас расположены жировые клетки. У большинства женщин типа ожирения геноиды, то есть у них увеличиваются бедра. Профессор Малышева – автор комплексной методики снижения веса. С ее помощью от лишних килограммов избавились тысячи женщин и мужчин. Орловская группа уже с февраля худеет на всю страну, участвуя в проекте «Сбрось лишнее, выиграй миллион». Я уже сбросила 8 килограммов. Похудение по методу Малышевой проходит под наблюдением специалистов. Руководит Орловской командой Ольга Пехот. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, победитель всероссийских конкурсов, менеджер года, лучший врач года. Медицинское сообщество поддержало начинание. Хирург Павел Васильев решил испытать метод на себе. Думаю, будет очень востребовано. У нас очень много людей с избыточным весом. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». 60-летний юбилей отметила служба, отвечающая за промышленную безопасность сельскохозяйственной техники. В Орловской области в ней трудится несколько десятков человек. Сотрудников гостехнадзора с юбилеем поздравили Александр Бударин и Леонид Музалевский. От имени исполняющего обязанности губернатора Орловской области, от всех, кто непосредственно взаимодействует с органами государственного технического надзора, применительно к техническим надзорам за самоходными машинами, мы выражаем искреннюю благодарность и поздравляем 60-летним юбилеем. Серьезная дата, дата прежде всего истории, истории создания службы. Сегодня любая техника, которая движется, является источником повышенной опасности. И отслаженной, четкой вашей работы, конечно, зависит жизнь людей, зависит экономика, особенно в агропромышленном комплексе. В данной отрасли сегодня работают люди исключительно неравнодушные, отметил первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области. Награды к юбилею гостехнадзора получили как лучшие сотрудники, так и вышедшие на заслуженный отдых ветераны труда. Новостями экономики поделится Ксения Туркова. Здравствуйте! В Орле стартовал семинар для экспортно-ориентированных предпринимателей. Программа уже реализуется более чем в 50 регионах России. Мы реализуем программу школы экспорта РЭЦ «Жизненный цикл экспортного проекта», который включает в себя 11 отдельных самостоятельных курсов, которые рассказывают обо всех этапах экспортной деятельности. Сегодня мы положили начало этому мероприятию и проводим первый курс «Основы экспортной деятельности». Орловским бизнесменам будет представлено пошаговое введение в экспортную деятельность, презентованы механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж. Также бизнесмены научатся оценивать соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка, определять потенциальные риски и способы их минимизации, привлекать инструменты господдержки. Доходная часть бюджета Орла увеличилась почти на 4 миллиона рублей. Увеличение доходов произошло за счет реализации муниципального имущества. Основная часть из этих денег будет направлена на экологические мероприятия. Это 2 миллиона рублей. Также финансы будут направлены на обслуживание электронных табло, на софинансирование строительства дороги по улице Радзевича-Белевича и строительство детского сада на улице полковника Старинова, а также на погашение кредиторской задолженности. Такое решение было принято на заседании Орловского городского совета народных депутатов. В регионе увеличились темпы жилищного строительства. Показатели за аналогичный период прошлого года превышены на 10%. Положительная динамика связана с повышением спроса на жилье. Этому в первую очередь способствует снижение ставок на ипотечные кредиты. По поручению в Рио губернатора Андрея Клычкова в регионе успешно развиваются несколько направлений стимулирования жилищного строительства. Это предоставление земельного участка под застройку на льготных условиях при соблюдении обязательства по выделению квартиры для переселения граждан из-за аварийного жилья. По предварительным оценкам, итоги работы строительной отрасли превзойдут результаты 2017 года. В нашей стране проходит всероссийский зачет по финансовой грамотности. Каждый желающий сможет дистанционно проверить свой уровень знаний. Чтобы стать участником проекта, нужно авторизоваться на сайте и пройти тест, состоящий из 30 вопросов. А на этом у меня все. Встретимся через неделю. Областная столица выступила принимающей стороной финала первенства России по мини-футболу среди девушек. 9 команд первой лиги со всех уголков огромной страны съехались в Орел, чтобы выявить лидера на паркете. Андрей Деркач о том, как завершился матч-открытие для команды опорного ВУЗа. Многие из команд своих соперников видят впервые. 9 мини-футбольных дружин первой лиги сыграют в Орле групповой и финальные этапы на паркете спорткомплекса «Олимпийский» на протяжении 5 дней. Для нас это, конечно, большая честь. Я надеюсь, что соперники, наши гости, которые к нам приехали, тоже это оценят. А приехали к нам команды издалека. У нас есть представители и Дальнего Востока, например, команды из самой Камчатки, команды из Кабаровска, также Санкт-Петербург, Москва, Московская область. Ну, довольно-таки хорошее, большое представительство. Принять такие состязания не только почетно, но и это вдвойне ответственно. События такого масштаба способствуют продвижению спорта в целом, уверен глава федерации. Ну, скажу так, принятие таких соревнований такого масштаба, это не только для развития женского футбола, для развития футбола в целом на Орловщине. Вы понимаете, то есть женская команда, женская сборная достаточно хорошо выступает у нас и в первой лиге. Тому примеру, мы в финале первой лиги. У нас команда в высшей лиге, поэтому, то есть женский футбол у нас гораздо лучше разве, чем мужской футбол. Наставник женского дрем-тима «Орел ГУ» Игорь Химушкин отметил готовность подопечных показать себя на 100%. В первой игре с соперницами из Петропавловска-Камчатского командой «Камчадалочка» наши спортсменки подошли в оптимальном составе. Команду вообще видим первый раз, нигде на стране до этого ни на каком уровне не встречались, поэтому сейчас могу судить только по небольшой разминке. Игра, поэтому играем с листа, не имеем ни малейшего представления соперники, отталкиваемся только от себя, поэтому посмотрим. Посмотрим, сейчас по ходу матча, может быть, какие-то коррективы внесем. Стартовая 20-минутка до конца показала Ростов Кусил с счетом на табло. 7-1 в пользу воспитанницы Игоря Химушкина. По итогу стыковой матч Камчаталочка «Орел ГУ» завершился полным разгромом гостей. Счет встречи 9-3. Игры женских дружин продлятся вплоть до 21 апреля. Там ТАИ станет известно имя команды номер один в этом сезоне. Все матчи пройдут под сводами спорткомплекса «Олимпийский». В Орле прошел уже седьмой фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду». С 2012 года он проводится на базе культурно-досугового центра «Металлург». А участники фестиваля – воспитанники детских садов, школ и центров творчества. Сотни детей из Орла и Орловского района выступили в шести номинациях, проявляя свои таланты в различных номерах, объединенных темой театр. Ведь в этом году фестиваль прошел в рамках объявленного в России года театра. С 14 марта длились отборочные туры, второй этап фестиваля – галоконцерт и награждение участников. В областном центре состоялся кубок по современным танцам, а также чирспорту и чирлидингу. Белгород, Воронеж, Курск, Тула, Орел, Брянск – шесть городов и около 800 танцоров. По результатам состязаний будет сформирована региональная сборная. Куда отправится выступать Орловская команда, знает наш корреспондент. Мы команда «Парадокс! Город Орел!» Самым маленьким танцорам из команды «Парадокс-2» нет и пяти лет. Старшим участникам Кубка области в разы больше. Чирспорт по нраву любому поколению, ведь дисциплина сочетает в себе элементы шоу из различных видов спорта, таких как танцы, гимнастика, акробатика. Мне нравятся танцы, потому что здесь много друзей и можно танцевать совместно. Мне нравятся танцы, потому что тут есть акробатика, прыжки и тренер нас всегда не обидит. Получать медали, грамоты, дипломы – нас это очень радует. Мне нравится изучать танцы новые и я люблю получать медали. В современной хореографии довольно много направлений, таких как сценические и уличные. Особняком здесь стоит чирспорт, который включает в себя три основных танцевально-спортивных категории – чирхип-хоп, чирджаз и чирфристайл. В танце ребят приводит жажда самовыражения. Движение под музыку как нельзя лучше, придает энергетику и позволит выплеснуть бурлящие эмоции. У нас на данный момент в Орле три крупных команды в чирспорте. Одна из них – это Парадокс, другая – Next Beat и в чирджазе – это арт-стиль. Это три основных таких, скажем, наших локомотива. Всего около 800 участников из шести городов ЦФО показывали свои умения на Кубке Орловской области по чирспорту и чирлидингу. Оценивали мастерство танцоров компетентной жюри. Это аттестованные танцоры и хореографы. Если это групповые номера, естественно, оценивают не только технику исполнения, но и синхрон, чтобы это было яркое исполнение, эмоциональное, а также наличие акробатических, гимнастических элементов. Турнир собрал стольких участников не только для того, чтобы выявить лидеров. В столице России в мае с 1 по 10 пройдет Всемирная танцевальная олимпиада. Так вот, кроме кубков и медалей, лучшие орловские танцоры получат право попасть в сборную команду региона и представят свою область в Москве. Андрей Деркач, Андрей Борискин, телеканал Первый, областной. На Орловщине стартовала череда субботников. На этих выходных эстафету примут приверженцы движения ВЛКСМ. Серию массовых мероприятий, которые под эгидой подготовки к юбилею комсомола, мы хотим начать с комсомольского субботника, который состоится в предстоящую субботу, 21 числа, в 9 часов. Мы приглашаем всех комсомольцев разных поколений, и садовласых, и тех, кто сегодня состоит в этой организации, на площадь комсомольцев, к памятнику. Участие могут принять все желающие. Главное условие – желание сделать Орел чище. На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 088. И не забывайте, что самые актуальные новости вы также можете услышать в эфире экспресс-радио Орел на частоте 104FM. В студии был Ростислав Билык. Всего доброго. Натуральный кофе либо Экстра – это растворимый сублимированный кофе, приготовленный из тщательно отобранных сортов кофе, выращенных на высокогорных плантациях Бразилии, во вкусе которого раскрываются легкие цитрусовые нотки и шоколадные полутона. Всегда хорошие новости с кофе либо Экстра. ПАО «Орелстрой» объявляет о старте реализации нового масштабного проекта жилого комплекса «Московский парк». Богатый опыт застройщика, современные технологии строительства и комплексный подход к созданию комфортной среды обитания делают этот комплекс уникальным. Современные детские площадки, лесопарковая зона для прогулок и непосредственная близость к центру города – все это доступно по привлекательным ценам 63 30 42. Торговому центру «Атол» 15 лет. В честь своего юбилея «Атол» дарит скидку 15% в твой день рождения, за день до него и еще целый день после. Совершай покупки во всех отделах со скидкой 15%. Акция распространяется только на держателей карт. Торговый центр «Атол», улица Октябрьская, 27. Теперь в клинике «Диксион» есть все для того, чтобы ваша улыбка была неотразимой. Диагностика, профилактика, терапевтическая и хирургическая помощь по самым современным технологиям в стоматологии. Клиника «Диксион» – комфортная медицина. Сколько? Это Алина. Алина расстроена стоимостью однушки в высотке в центре Орла. А это Света. Она приятно удивлена стоимостью квартиры в кирпичном доме с премиум отделкой мебелью в микрорайоне 1. Микрорайон 1. Выбирай правильно. Компания «Мерковки». Производство и установка металлоизделий любой сложности. Заборы, ворота, навесы, лестницы, перила, двери-сейфы любых размеров. Звоните 49 14 14. Подробности на сайте мерковки57.ру. Попробуйте вкусную колбасу от фабрики «Смирнов». Фабрика «Смирнов». Больше, чем качество. Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8 992 336 07 93. Дорогие друзья, клиника снижения веса Елены Малышевой открылась в городе Орел. Приходите. Будем худеть вместе. И уверена, что вы добьетесь таких же результатов, как самые лучшие герои проекта «Сбрось лишнее». Ивановский текстиль в Орле. Огромный выбор. Низкие цены. С 10 по 28 апреля. ТМК «Грин Конгресс Холл». Третий этаж. Здравствуйте. Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Дожди, хоть и небольшие, продолжатся, накрыв всю область. Кроме того, будьте готовы к северному ветру, из-за которого погода покажется весьма неприветливой. Скоро вернемся к развернутому прогнозу. Попробуйте вкусную колбасу от фабрики «Смирнов». Фабрика «Смирнов». Больше, чем качество. Генеральный партнер программы – торговый центр «Атолл». 20-го числа каждого месяца дегустация новинок. Прежде чем решиться купить, попробуй. «Атолл. Твой остров. Изобилие». Улица Октябрьская, 27. И к развернутому прогнозу. В Амцинске пасмурной, днем небольшие дожди, плюс 12 градусов. Ночью максимум плюс 6. В Ливнах пасмурно, небольшие дожди, температура до плюс 11 днем, плюс 6 ночью. В Болхове пасмурно, слабый дождь, температура днем плюс 12, плюс 6 ночью. В Орле пасмурно, небольшой дождь, не более плюс 12 днем, ночью плюс 6. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Такой прогноз нас ждет в четверг. Будьте с первым областным, не переключайтесь. Наши партнеры. Завод «Артштайн». Изготовление тротуарной плитки, бордюров, кирпича. Улица Московская, 43А. Компания «Трансстрой» приглашает специалистов на работу в город Сургут. Строительство. График вахтовый. Зарплата достойная. В Асконе вы найдете товары для здорового сна, производимые на современном оборудовании из Европы. Со скидкой до 50%. Город Мценск, улица Тургенева, 137. Городская ветеринарная станция предупреждает. С наступлением весны увеличивается опасность заражения животных бешенством. Не забудьте сделать прививку своему питомцу. Бесплатно. Телефон 72-03-96. Карада. Эффективный препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей. Ваш надежный дачный помощник. Натуральный кофе Либо Экстра Арабика – это купаж отборных сортов арабики с лучших плантаций мира. Средняя степень – обжарки зерен. Во вкусе раскрываются легкие цитрусовые нотки и шоколадные полутона. Кофе Либо Экстра Арабика поднимет настроение в любую погоду. Скорейшего возвращения солнечной и оптимистичной погоды. До свидания. Атолл в тренде. И ты не отставай, узнавая во всех гастрономических новинках. Специально для тебя 20-го числа каждого месяца в торговом центре «Атолл» – дегустация. Постоянное обновление ассортимента. Пробуйте, выбирайте, покупайте. Твой остров изобилия «Атолл». Улица Октябрьская, 27. Завод «Артштайн». Собственное производство тротуарной плитки, бордюров, поребников, водостоков и кирпича. Произведем все работы. От дизайн проекта до укладки. Офис продаж в Орле. Улица Московская, 43А. Телефон 48-99-64. Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93. 8-992-336-07-94. Магазин «Оскона» и «Хилдинг Андерс». Матрасы, кровати, диваны, подушки и многое другое. Экологичные материалы и качественные наполнители. Дополнительный бонус постоянным клиентам. Беспроцентная рассрочка. Ждем вас. Мценск, улица Тургенева, 110 и 137. Ваш питомец заболел? Ему нужна прививка? Тогда вам к нам. Ветеринарная клиника на Карачевском шоссе, 75. Ждем вас. Луковая муха лук повреждает. Морковная муха портит морковь. Карада вредителей уничтожает. Карада. Защиту для грядок готовь. Карада вредителей уничтожает. Продолжение следует...